Здравствуйте, меня зовут Фёдор Николаевич Леппа, я адвокат и руководитель практики разрешения споров в коллегии адвокатов Ульпиан. Сегодня поговорим о том, что делать, если вы проиграли в суде. Как правило, есть три судебные инстанции, чтобы что-то изменить и доказать свою правоту. После первой инстанции дело рассматривает апелляция. Здесь можно последний раз попробовать приобщить новые документы, это сложно, и убедить суд дать обстоятельствам дела какую-то иную оценку. Если дело проиграно и в апелляции, то всё вступает в законную силу, и решение придётся исполнять, даже если вы хотите его обжаловать дальше. Третья инстанция – это касация. Здесь проверяют исключительно правильность применения закона. Новые доказательства нести в суд уже бесполезно. Большинство заявителей этого, к сожалению, не учитывают. Далее можно обратиться в Верховный суд, но 95-99% жалоб он даже не рассмотрит по существу. Высшая инстанция исправляет только критические ошибки судов, а также формирует судебную практику. Шансы призрачные, но по своему опыту скажу, что выиграть в Верховном суде возможно. Исходя из этого, выделю три ключевые ошибки заявителей жалоб. Первое – это неактивность, собственно, в суде первой инстанции. Часто участник спора думает, что суд сам разберётся, доказательства предоставлять не нужно, ходить в заседание не обязательно, и помощь адвоката ему не нужна. И прозревает уже после негативного решения суда, когда для некоторых действий уже поздно. Например, заявлять о пропуске исковой давности. Второе – это заявители забывают, что в вышестоящей инстанции они спорят не с истцом или ответчиком. Теперь надо доказать, что судья, то есть квалифицированный и опытный юрист, ошибся. Согласитесь, это непросто. Из этого вытекает и третья ошибка. Многие просто меняют заголовок своего иска или отзыва и подают его в качестве жалобы. Но нужно учитывать, что это другой жанр. К обжалованию необходим глубокий подход, знание судебной практики и понимание теории права. Надеюсь, что эти советы вам никогда не пригодятся, а закон будет на вашей стороне еще до возникновения спорных ситуаций.